так геннадий федорович а потом еще будет вернемся еще к украине геннадий федорович добрый день это усуриск значит человек уникальный значит я как мог подготовил ответ смотрите память это саженец и выслал сергей но есть его вначале возмутило мол сам железов старший проклинает прививку почкой а младший привил почкой вот это не совсем так это объясняет откуда берутся такие саженцы а ну и само собой получается рано но я по телефону как мог объяснил ему все время геннадий федоровичу что прививка обычная так вот я я нашел тут же побежал сад сделал прививку вот у меня неудачно получилось да ну как сказать неудачно один побег пошел второй побег вот он почечка видите не пошла в таких случаях отрезается целиком потому что это часть начинает гнив а это вынужденная мера потому что смотрите если бы вот этот бы пошел наоборот так часто бывает а нижний не пошел или как еще чаще бывает оба пошли один потом лишний получается развилка в общем вот это вот чтобы это не привык к почкой рано неизбежная получилось потому что был отрезан вот такой кусочек вот такой вот вот это ответ на первый вопрос теперь благодаря значит федоровичу мы сейчас с вами немножко вернемся пусть коротенько конспективно к корням да смотрите это мои гости под моим чутким руководством корневые отводки выкапывают это сгорел когда у меня сад созгли большой полносящий это вылезло все из под земли вот и в общем что такое корневый отводок сейчас поймете вот он вот такой видите корней на нем вот он только пуповину обрежешь и получается вот такой красавец я не раз показывал фотографии раза два или три на второй год неизбежно такие и таких фотографий много неплох вариант и в горшках но вскоре издалекой пришлось высылать без этого кома земли так и что получается вот смотрите и так я покажу вам несколько сеансов и несколько корневых отводков но сеансы мне больше интересует и так первый раз помните был корневой отводки им нужен еще год так когда мы садим горшки там попроще там вот этот же самый корень если даже посадить все сеансы вот этот корень он когда он не может расти нормально развиваться он тоже вот такой становится весь пронизан этим вот и самое неприятное самое противное это когда имеешь дело с сеансами вот это яблоневый сеанс так я много труда вложил чтобы у меня был учебный снимок очень много я тогда был энтузиазм я рыл огромную яму чтобы выкопать целиком зато теперь я показываю значит вот на него глядите глядите так и когда 100 так выкопать невозможно это за всю жизнь один такой а вот в любом случае это тоже учебный снимок отрезается и в посылку так теперь смотрим сюда вот эта часть отрезается ну так образно говоря посылку вот и возвращаемся в 19 век значит сейчас объясню саму идею вот получается так если сергей вот это вот привьет да привьет а потом выкопает вот здесь он по неволе обрубается ниже я покажу фотографию суссористка вот здесь вот обрубается вольно невольно лопатой так и все и ради этого чтобы так как корень естественно нарушен так как он с виду он полноценный он вырастил вот это саженец он полноценный но с виду он выглядит у сеянца не пересаженного он будет вот таким образом обрезали продали дальше я получаю фотографию вот это одна фотография так вот даже линейка это вот смотрите корней сколько а какая крона но я еще раз я уже показывал эти сам паковал высылал там дарил или продавал помните немножко продавал эти сеянцы персика и фотография вам показывал я вообще их не обрезал чтобы они жесткость создавали не трясись не принимают посылки когда трясутся и здесь обратите внимание видит его в этой руке мерка это по посылке мерить вот она палка вот это плюс корни и вот в результате человек не поленился приложил эту самую получил соотношение корней я вам по телефону сказал вот так отрежьте и нормально будет развиваться один саженец и второй саженец сеянцами это беда и не скрываю и сказать что это шикарная корня не могу смотрим дальше вот груша тоже стержневой корень даже вот это вот я это у меня уникальный случай когда я нашел специально учебный где еще и боковой скрышок обычно его нет он вот так тоже пошел вниз на метр на два на три тоже стержневой и когда его выкапываешь корней то это случайно вот это вот я вам тоже показывал такие фотографии и опять это персик тоже самое выкапываешь нихрена корней нет а люди так не любят обрезать а я всегда сильно режу или если помните высылал такой вот еще его изогнулся в два раза двухметровый попробуем это надо вот так то я делал это для жесткости и каждому говорю получите отрежьте получит не жалеть вот это тут надо отрезать он будет стереться по над землей и даже когда корень будет нарушить это я выкапывал я железо выкапывал специально потому что я должен был следить за базаром за своим а когда просто выкапываешь он где-то вот тут обрезается обрубается так опять жалкие корни смотрим дальше вот это вот слива но слива пересажены один раз то есть как было выкопано но представьте что это слива кстати родственники вот и на второй год не важно персик если персик вот так отрезать посадить снова он уже будет вот такой но внимание друзья лишний год растить вам охота лишних рублей 500 платить если бы вы знали сколько денег жрет эта работа питомники вот если сергей вместо 500 600 рублей за мертвый саженец у вас уже тысяча это не значит что это тысячи он положил карман а те кто уже напоролся вы знаете сотни питомников перешли на куплю продажу где-то крыльясь еще одна бабушка послеповато еще плевает а чаще всего этого нет поминайте сколько я вам показал сотни уже наверно алисея награда нужно дом сотни приближается количество питомников которые работают только имея только фотографии остальное все с этого с юга италии испании прочее киргизии так вот значит сейчас я утверждаю это моя личная пересадка 2 пересадка это загнивание сердцевины то есть вот такой вот еще полноценный который ни разу не пересаживали в этот или этот и все ребята он начинает приличная пересадка мы уже инвалида 3 группы переводим инвалиду 2 группы вот так вот так вот слушайте дальше вот это вот мое и ну считайте открытие когда берут извлечили корни садят сажен целиком полностью весь до последнего верхушечки вот с этого секунды как его посадили начинается загнивание сердцевины об этом знаю только я почему нет загнивание ну так сложилось ну так сложилось понимаете вот меня били уже это самое говорили вы чего с ума сошли отрезать половину калечит сажа вы против обрезки а тут нет это обрастет никуда не денется про загнивание сердцевины не знает никто а у меня в саду побывали тысячи сотни-сотни покупателей и я при них всегда отрезаю сердцевина всегда чистейшая всегда всегда понимаете почему второй пересадки нет теперь еще про вторую пересадку 19 век появились первые книги двадцатом веке это стало нормой назвали это явление пикировка да вот пикировка и пикировки рознь опять я коротко но я не могу иначе то у меня судьба такая кому не нравится сейчас вон там какой можно идти смотреть этот мультик или наоборот этот дефектив а вы остальное слушайте дальше значит появился соблазн и этот соблазн стал официальным начать делать пересадку этой же весной посадили семечки семечки дали кстати садили глубоко они дали достаточно этот самый семидоли под землей неважно и он успели выкопать почему еще многие даже супер специалисты не знали в то время и до сих пор что нельзя глубоко закапывать я там ниже покажу а все это все все еще узаконено ну пусть семидоли под землей окажутся но их выкапали это же весной как и вот такой допустим посадили в апреле там или марте если юг а где-то мая выкопали а вот такие вот росточки отрезает половину корешка корешок тоже длинный это все они с половиной отрезает называет это пикировкой и садят уже знаете не на постоянное место на очередное место и вот тогда он обрастает вот этот весенний вот такими вот корнями никто не обратил внимание что это дело касалось только яблонь переносят это груши уже не переносят абрикосы уже не переносят и случился ужас я с ним столкнулся а почему я сижу такой шумным рожей такой умный вот очки мои вот видите в очках даже почему я столкнулся с этим человек берет цифра примерная от случая несколько выписывается то костик потратил нормальные деньги ну по тем временам полторы две тысячи вот допустим и посадил зашло беру самый худший вариант вы же видели когда нормально все чек у людей сходит нормально ну допустим 50 он эти же абрикосы этой же весной пересаживает на все по уму я не самая умная считает и сейчас увидите там как каким презрением относится то поколение к нам молодежи ну 70 лет это садов садов садовическая молодежь которые не имеют этих документов соответствующих и они все 50 погибают а ему то невдомек что если ты выкопал абрикосик вот такой вот где у него корневая шейка ведь ты же выкопал то из-под земли у тебя у него даже и полу гнилой это этот самый как он называется семидоли полу гнилые и те это самое под землей были это краса же все мертвые козы один из пришлите снова все погибло да я вот пикировка и до сих пор эти книги уходу с пикировкой ладно если и по мне например но она но зато не практически берем посадили все остальное кроме яблони кроме яблони сливы абрикосы груши и так далее вишни и не они взошли и не стали их выкапывать а пикировку проводится на следующую весну но это было написано в капитальных трудах вот один из них лежит у меня это та самая столыпинская книга то есть весной следующий выкопали заметьте год росло год казалось бы привей как железо вот но они вроде бы не дураки может быть занимались эти 8 богатые люди они заводили свои питомники продавали тогда спрос был а желающих может быть богатых было немного но соотношение спроса и спроса и продажи было достаточно такое но предложение достаточно было пропорционально и тогда он на следующий год вместо того чтобы привить и продать он наемный работник как как правило парень какой-то да были очень умные люди среди них но ну как умные практически выкапывается годовалый саженец так и отрезается корень и сайта снова проходит еще год и получается вот такой корень видите и теперь его только прививок выкапывают заметьте прививая за столом это не то что я сейчас больными ногами и снова садят и там идет так год до заращивания и другие два года почему за столом результат хреновенький а ему нужен второй год чтобы вот первый год то прижился на вот такой а второй год уже продажный вот сложили год второй третий четвертый когда я я вынужден об этом говорить потому что я хочу чтобы меня прежде всего попоняли те кто претензии предъявляет смотрите там загнивания никакого нет а в этих уже загнивание будет так это раз теперь 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 мой самый яркий пример сожгли сад на острове все нет там только я был полторы тысячи были плюс селекционные селекционные были яблони на груша груша на яблони все это кому-то знаете молодежь на циклах кто-то их надоумил кто-то со мной рассчитался бывшим работником по охране труда тех и безопасности сильно уж меня боялись и вот результат и а у них ничего нету вы знаете что я это самое когда мне дали этих самых ну валялся три или сколько там короче я купил запорожец ой акуль я уже заговорил запорожец был до этого все надо смеялись уже все мои друзья инженера там эти все мои стали крупными начальниками они ездили на а я на анаке ездил все что у меня было как я выкрутился ну смекалка крестьянский сын у меня с двух сторон деды кулаки в хорошем смысле кулаки в лес 400 диких яблони я даже запомнил цикл 400 диких яблони а еще машины не было вот они голубчики эти 400 диких ну примерно вот так вот накопал за столом привел но с комами земли весной осенью продал а они были двухметровые вот так корни у них разрослись вот так разрослись сами то есть в таком виде поливал и к осени они уже были вот такие и с корнями и с этим но это корневые отводки то есть голь на выдумке хитра идем дальше с этим мы разобрались так получается что когда сергей если лишний год вам еще придется рублей 500 платить никто не купит а лишний год это вот для того чтобы вот это вот сделать нет получается вот это вот ну уже листал да вот это вот значит смотрите что получается мой друг сусуриска придет осень вы посильнее обрезку сделаете вы увидите нормально отзывается саженец корней хватает и здесь корней хватает вот тут отрежьте будут претензии ну пусть уж осенью то фотографии требования вернуть деньги вот сергей не вернет я за него верну потому что для меня престиж дороже всего но пока никакой катастрофы не здесь не здесь и даже не здесь вот обычно привыка почкой ну там больше я уже забыл вы не буду время терять вот все что я хотел сказать а потом да не так все плохо смотрите сейчас еще хочу покажу не так все плохо да да вот тут мы были значит крайность еще одна такая это уже не только для усуриска для всех смотрите я я беру выкапываю я так делал там же вот где острове где я показывал этот сгоревший сад в следующем году я уже прямо на месте привал а когда почки лопались переносил в сад и или даже вот в таком виде продавал да продавал а куда деваться жить то надо вот и чем они хороши вот именно в таком виде это уже не для продажи нет это каждый для себя корни еще видите ну пусть искалечивает но не такие же они большие так переносишь а если бы подождать до следующего семи разрастается до метра в ширину он понимаете в чем дело он все равно у меня центральный корень вольно-невольно обрублен хоть сейчас хоть этой весной хоть после прививки хоть на следующую весну когда уже годовалый будет продажный все равно центральный корень обрублен но к тому времени вот это все разрастется в ужас попробуйте выкопать вы еще больше изумечте и я взял практику сам себе и кто видел мы же третий год в 2018 начали эти вебинары проводить так я вам показывал за столом привал и прямо на постоянно место делал вот такие вот я не болту один из них даже сейчас я покажу я вам покажу я вам покажу Продолжение следует...